Так, ну что ребят, всем привет. В общем, сегодня будет разбор, долгожданный разбор монеты Фера. Сегодня вкратце ее разберем. Я особо в подробности в целом не вдавался, но опять же таки это была у нас монета Zcoin. Насколько я помню, это монета Fork Zcash, но опять же таки могу ошибаться, можете меня поправить в комментах. То есть она была, ребрендинг у нее был, то есть в монету Фера ее переименовали, то есть можно зайти на ее сайт. Очень полезный информативный канал по крипте, это Масон в крипте. На данном канале освещаются наиболее важные экономические новости, на основе которых можно торговать крипту и неплохо зарабатывать. Также на канале Масон в крипте проводится розыгрыш в каждом ролике на 600 долларов в эфире. Три выигрышных места по 200 долларов на каждого. Настоятельно рекомендую поставить видео на паузу и подписаться прямо сейчас на канал. Ссылка на канал в описании под роликом. Посмотреть по поводу ее блокчейна, экосистемы, то есть работает она также на мастернодах, на Proof of Work, то есть не на Proof of Stake, но в целом я думаю все равно ничего плохого в этом нет. По поводу самого проекта, также имеется у них собственный кошелек, можно зарабатывать фера. Через мастерноды можно майнить фера, можно купить фера, поэтому ничего сложного в этом нет. И также данную монету, насколько я помню, можно стейкать, но могу опять же таки ошибаться. Также относится она к платежным сервисам. И, насколько я помню, также она еще является анонимной. Вот, что самым главным плюсом является у данной монеты, то что у нее ограниченная эмиссия. Опять же таки, это не единственный критерий, понятное дело. Вот, во-вторых, она уже с 2017-2018 года в длительном таком накоплении, как и тот же самый Zcash. Вот, давайте даже с Zcash сравним. Ну, то есть Zcash, понятное дело, у него перформанс, скажем так, получше был в этом году. То есть он себя показывал намного больше. Вот, и пампы были хотя бы там с тех же там 50 долларов до 300, то есть в 6 раз он подрастал. Но афера на данном этапе пока что такое себе. Вот, но в целом монета в пиках достигала 140 долларов. Но я считаю, как минимум те же там 10x, это минимум она что может дать в долгосроке. Здесь, если посмотрите, она стоила 3 доллара. На пиках она стоила те же там 20 долларов. Ну, плюс-минус в те же там, сколько, 9-10 раз она почти и подрастала. Ну, грубо говоря, да так. Вот, главное преимущество, я уже сказал, это у нас 21,5 миллион практически эмиссия максимальная. В обороте у нас половина уже этих денег, поэтому я считаю, ну, половина, вернее, монет, да. И в целом данная монета себя еще может показать. По поводу Zcoin становится фера, то есть можно посмотреть. То есть сегодня команда Zcoin объявляет о своем новом имени. То есть это у нас было еще 27 октября 2020 года. Вот, и Ticker Fera теперь, это не новый блокчейн, а новая идентичность, позволяющая выделиться, сделать финансовую конфиденциальность более доступной для большего числа людей. Ну, вот о чем я говорю, что анонимная монета. И, соответственно, это у нас форк самого Zcash, насколько я помню. Вот, когда Zcoin был запущен, то есть запущенная эта монета еще была в 2016 году, мы первыми использовали протокол Zeracoin. С тех пор инновации Zcoin и других сделали эту историю менее актуальной, особенно с учетом того, что мы используем Sigma и в настоящее время переходим на Lelantus. Вот, и более того, на более чем 4-летний опыт в этой сфере, сходство Zcash сбивает с толку и вводит в заблуждение. Ну, потому что Zcoin называется, да. Вот, и хотя мы оба занимаемся конфиденциальностью, то есть анонимностью, да, и это принципиально разные технологии, основанные на разных приоритетах и ценностях. Название Fera было выбрано по двум причинам. Во-первых, он останавливает новую метафору сжигания монет и последующего их выкупа, ну, то есть buyback. То есть является уже ограниченной эмиссией, о чем я говорил, что является существенным плюсом, в том числе, как это форк биткоина. Ну, опять же таки, многие говорят, что типа Litecoin мертвая монета, хоть это и форк битка, да, первый. Вот, и кто не знает. И, соответственно, и многие также считают, что Fera мертвая монета. Но, в принципе, в долгосроке, я думаю, она себя покажет и многие ее недооценивают. То же самое, как EOS недооценивали, но там куча обновлений уже намечено и на февраль, и запуск там новой сети основной, да. И, соответственно, там какие-то новые события, плюс там еще какие-то обновления. В общем, по поводу EOS будет отдельный разбор на канале, и там новости фундаментальные жесткие подъехали. Поэтому EOS еще покажет себя, я думаю. Вот, и, соответственно, вторая причина – концепция переплавки монет и создания новых. Отличная аналогия с тем, как работает Lelandus. И, во-вторых, Fera – короткое, универсальное, легко произносимое имя и звучит как деньги. Вот, оба они ориентированы на удобство использования массового внедрения. Вот, и, соответственно, по поводу ребрендинга и так далее, вот, можно все это посмотреть. По поводу, кстати, вот еще Change His Name, я тоже оставлю эту статью по поводу того, почему они поменяли бренд там и так далее. Вот, если же посмотреть, также еще было партнерство вот сентябре, 27 сентября 2021 года с Пантерой, да. Я думаю, многие знают этот проект, а Пантер, Пантер Протокол, давайте зайдем на сайт. Вот, и это у нас проект, который в том числе был построен на такой монете, как LROND. Это у нас EGLD на базе Ethereum Ecosystem, Polygon Ecosystem, Matic, Flare. Это у нас, напоминаю, это у нас Sunbird, у нас был Airdrop от XRP, Evalanche, AVAX и NERPROTOCOL. То есть, проект довольно-таки сильный. Если же зайти и глянуть на CoinMarketCap, давайте найдем ее, не помню, есть она, по-моему, Panther ZKP, да, вот этот токен. Соответственно, она пока еще, я так понял, не залистилась, но, опять же-таки, могу ошибаться. Можете написать мне в комментах, но я так понял, пока что еще особо никаких новостей нету, и он только разрабатывается. Но дизайн довольно-таки неплохой, и плюс то, что сделан на многих экосистемах, сотрудничество, есть у них мосты там и так далее. Вот, и тоже, как видите, Privacy and Trust on any blockchain, то есть, тоже анонимная криптовалюта, и они запартнерились с монетой фера, и можно все это тоже почитать. Если же посмотреть здесь, давайте глянем, мы приветствуем эту возможность, сторонники конфиденциальности обязаны путешествовать вместе. Ну, то есть, они запартнерились, и, соответственно, работая с Panther, у нас будет прекрасная возможность сотрудничать в наших технологиях ZK, и присоединение к Panther также надост нам доступ к другим сетям, и, как следствие, значительно повысит ликвидность. Ну, то есть, автоматически, так как фера запартнерилась с Panther, то они запартнерились и с вот этими, ну, скажем так, через 6 рукопожатий, да, как говорится, с вот этими вот компаниями и этими проектами. Поэтому, я считаю, фера себя еще покажет, многие недооценивают ее. По поводу холдеров. На БССК не у нас 7600, да, на данном этапе, а потом у нас есть email, у нас есть блог, Reddit, Facebook, Twitter, соответственно, также на Bitcoin Talk, монета есть, ну, это довольно-таки старый сервис, еще там с 15-16 года, форум, насколько я помню. Вот, потом на GitHub можно посмотреть также Telegram канал, Discord, CoinMarketCap и CoinGecko уже заличено. По поводу Telegram, здесь немного пользователей, всего лишь 5000, но, в принципе, я считаю, криптовалюта себя еще покажет со своих низов, и мы можем переплюнуть отметку даже в 140 долларов, но, опять же-таки, это один год, как минимум, придется ждать, а то и дольше. Поэтому, учитывайте данный фактор, не надо рассчитывать, что оно улетит за 2 недели. Вот, соответственно, privacy focused on cryptocurrency, ну, то есть, опять же-таки, анонимно здесь еще раз это подтверждается. 81 тысячи пользователей на данном этапе, как видите, они не забили на проект, регулярно постятся какие-то новости. Вот, даже интервью с кофаундером Фера, вот, можете тоже посмотреть. Поэтому, регулярные новости на регулярной основе, и, в принципе, можно посмотреть, что постоянно ведется какая-то аналитика, какие-то посты, что где-то они там листятся и так далее. Поэтому, не вижу никакой проблемы, и, смотрите, увидели картинку, что Фера поместили на, ну, в одном месте, в один столбик, скажем так, с Polkadot, Ethereum, Luna и Binance Coin, да, и, соответственно, Solana и Polygon. Поэтому, такие дела, вот. И, в принципе, можно посмотреть остальные новости. Поэтому, проект живой, я бы думал, они на Twitter забили, но, как видите, они даже вот час назад какие-то новости, то есть, новый релиз у них произошел. Поэтому они обновляются и потихонечку двигаются, двигаются, пока она никому нахер не нужна, ее никто не закупает. Кстати, у них также есть еще собственные, получается, ну, как они называются, блокчейн-эксплойер, да, можно посмотреть, кто там, сколько транзакций проводит, сколько людей, ну, закупают данную монету, то есть, и, соответственно, вот, 3 минуты назад, 40 минут назад. Поэтому, также еще CryptoCore Explorer можно здесь посмотреть по поводу транзакций, которые ведутся в данном проекте. И, в целом, такие вот дела. И, в целом, ну, как бы, я уже начинаю повторяться, но, в общем, вы поняли. По поводу графика. А, ну, и вот еще Explorer Fera, то есть, у них, собственно, Explorer есть, где можно посмотреть на блоки, которые там и так далее. Поддержка тут имеется от Bitcoin Core и остальных мастер-нот. Вот, ну, Fera у нас, соответственно, есть на Binance, есть на остальных биржах, если посмотреть. Если посмотреть, то Binance, Huobi, CoinEx, BitEx. То есть, ну, BitEx в СНГ запретили, поэтому на BitEx еще смысла нет сидеть. Вот, в пиках она достигала у нас те же, там, 25, ну, грубо говоря, 30 долларов. Давайте глянем, сколько здесь она была на том же Binance. Ну, давайте глянем, 25-26 долларов. Поэтому, даже если она с текущих стартанет, это те же, там, 10x можно будет по ней забрать. Поэтому, я считаю, офигительно ли, возможно, сейчас в нее зайти, я считаю, что да. Опять же-таки, ну, кто считает, что монета с камтом и так далее, ну, это ваше право. Я никого ни к чему не призываю. То есть, мое дело предложить, а там уже закупаться вам, либо не закупаться. Это уже выбор каждого. Поэтому, хотите закупайтесь, хотите не закупайтесь. Поэтому, вот, монета, я считаю, перспективная. Плюс партнерство, там, с Pantera, соответственно, и с другими, там, блокчейнами. И, в принципе, сейчас она пришла к своему дну. Я бы сказал бы, если глянуть, где она еще торгуется. Ну, давайте глянем. Она торгуется больше всего у нас на Mandala Exchange. Не знаю, что это. BKX, AX, PNX, MXC. Соответственно, Gait.io. Вот, ну, давайте глянем на Gait.io. Не, на Gait.io тут, в принципе, плюс-минус то же самое. Поэтому история здесь... Поэтому, скажи. По большому счету. Если по поводу накопления, она уже стоит довольно-таки длительное время в накоплении. То есть, если даже глянуть, там, по тому же CoinMarketCap. Ну, если здесь, после коррекции, давайте глянем. Мы стоим уже 9 месяцев. Если же глянуть по CoinMarketCap. Крываем вкладочку All. И, соответственно, ну, вот, дно мы нащупали. Да, вот здесь вот плюс-минус. Давайте глянем. Это у нас 19-й год. Ну, короче, 3 года мы стоим уже в накоплении. То есть, я уверен, что она себя покажет. И будет она, там, и 30, и 40. И, возможно, даже перехать сделает. Но, опять же-таки, в долгосрочной перспективе капа сейчас небольшая. Вот. И я верю в данную монету. В целом, проект живой. То есть, я думал, они вообще забили. Но, как видите, ну, как бы и в соцсетях, и в Твиттере все новости ведутся. Вот 4 дня назад, 23 дня назад. То есть, какие-то релизы, какие-то обновления. Вот даже добавляется на Bitex и QSDT пара новая. То есть, они постоянно обновляют свой протокол. Обновляют свои, там, соцсети и так далее. Поэтому проект однозначно стоящий, я считаю. И, ну, как бы, нельзя проходить мимо. То есть, ну, понятное дело, в какой-то степени мне выгодно так говорить. Потому что я тоже в нее инвестировал. Не то, чтобы много, но, в целом, я считаю, проект достоин вашего внимания. Короче, все. Я сказал все, что хотел. В общем, разбор сделал. По поводу криптовалюты, кто хочет более подробно ознакомиться, можете зайти самостоятельно на сайт. Посмотрите, что, соответственно, она из себя представляет. То есть, как тут можно ее заработать и так далее. Поэтому через мастер-ноды, там, кому это интересно, можете посмотреть. Вот, все. Всем удачи, всем пока. Информативный и полезный канал, где освещаются наиболее важные экономические новости, что влияют на цену Кайпте. Это Масон в Кайпте. Ссылка на канал в описании под роликом. Субтитры сделал DimaTorzok